В Казани завершились гастроли Большого театра Белоруссии. Гости из Минска привезли три балета разной продолжительности с элементами неоклассики и современной хореографии. Казанская публика сразу стала сравнивать умения белорусских артистов с потенциалом татарской труппы. Мнения разделились. Подробнее в материале нашего культурного обозревателя Дмитрия Пивоварова. Дмитрий Пивоварова В Казани завершились сказки Венского леса, мистика-инфернальную историю о поединках мертвецов, несчастной любви на земле живущих, сдобренной изящной музыкой Штрауса. Как известно, билеты на Нуреевский были проданы в кассе театра за один день. Под общий ажиотаж размели билеты и на гостей из Республики Беларусь. Коллектив привез продукцию 40-30 летней давности, поставленной советско-белорусским хореографом Владимиром Елизаревым и голландским автором Иржики Лианом. Знакомство с экспериментами на сцене прошло не без искры любопытства и сравнительного анализа от чего-то уже увиденного. Сколько людей, сколько и мнений. Дирекция театра старается разбавлять репертуар современными постановками, что время меняется и нельзя закрываться только в классическом репертуаре. Театр должен развиваться. Константин Кузнецов уже бывал в Казани на Нуреевских фестивалях, показывал Петра Леонтьевича Ванюте Владимира Васильева. Воспевающийся отец несчастной поначалу девушки в исполнении гостя словно сошел с иллюстрацией к рассказам Чехова. Ньюта – это настолько гениально выстроенный спектакль режиссерский, настолько ясны задачи и настолько есть возможность для маневра актерского, что это скорее удовольствие в нем участвовать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наш зритель, мне кажется, все любит смотреть. Ну, классику весь мир любит смотреть. Естественно, она легче читается для зрителя. А здесь, чем ценна хореография именно Валентина Николаевича, что она очень эмоциональная. И если человек пустой на сцене, то спектакль не удастся. Все нужно через эмоции передать. Казанский зритель получил качество, которое, очевидно, демонстрирует потенциал Большого театра Беларуси. Как и в прошлом году, казанские зрители были полярны в суждениях. От увиденного понравятся абсолютно всем задачи не из простых. Дмитрий Пивоваров, Дмитрий Руженко, Телеканал Эфир.